Продолжаем программу. Наш основной блог откроет очередной репортаж из Севоложского района Аллы Шутовой, в котором речь пойдет об интереснейших открытиях талантливого ученого Виктора Ивановича Петрика. Вслед за этим вы увидите программу «Круговорот», рассказывающую о деятельности Петербургского водоканала и завершит наш вечерний эфир передачи «Экономические ворота России». Даже ближайшие соседи, Виктора Ивановича Петрика, не подозревают, рядом с каким человеком они живут на Всеволожской земле. Доктор технических наук, академик нескольких академий, обладатель трех медалей имени Петра Капицы, как автор научных открытий, обладатель Ордена Патриархии, директор и научный руководитель нескольких научно-исследовательских организаций. Этот год для ученого стал юбилейным. Виктор Иванович встретил его полный телесных сил, здоровья и успехами на научном поприще. Академик Петрик – автор четырех выдающихся научных открытий и более ста высокотехнологичных научных разработок, имеющих мировое значение. Добиться результатов, которые обсуждаются в научном мире как невозможные, это в том числе и о чистой голубой воде, которую можно получить из загрязненной, в том числе и нефтью воды, используя открытие Петрика. Вода – одно из самых таинственных соединений на Земле. Самых таинственных. Вода обладает аномалиями, которые никогда наука не поймет. Никогда вообще. Вода дает жизнь, и вода убивает человека. И особенно вот это замечательное мое открытие, аппарат, который вы слышите, вот он круглосуточно работает в коридоре, такой красивый, потому что он должен быть 6 метров высотой, который создает воду, которая принципиально не может быть в земных условиях. А вот все американские сертификаты, в том числе и выданные Министерству внутренних дел, сертификат Америки, и ядерный центр штат Невада, в воде не обнаружены дейтерии третий. Вот вода, которая дает жизнь. И теперь мечта вот такая. Но мне кажется, что она уже совсем близко. Вот у самого края. Мы скоро дадим это людям. Потому что уже даже определено, как будет называться наша вода. Она будет называться «золотая формула». Этот несимпатичный сосуд, он такой несимпатичный, потому что мы так хотели. Мы наливали сюда воду, смешанную непосредственно с песком, грязью, нефтью. А этот ящик, он как раз и содержит внутри слой сорбента УСВР. Такие комплексы стоят уже в фирме Shell, в фирме Statoil. Даже в Action Mobile в Америке сегодня проходит испытание этот объект. Потому что на входе мы можем подать ту воду, которая является огромной проблемой для всех нефтяных компаний. Вода, которая отсепарирована от нефти, содержит в себе 300 миллиграмм на литр нефти. Современные, самые продвинутые, технологически сложные комплексы по очистке воды шведские, очень дорогие, кстати, могут очистить до 11-12 миллиграмм на литр. Это предел очисток, который есть на сегодняшний день. А европейские требования – 1 миллиграмм на литр. А российские – и того серьезней, 0,3 миллиграмма. Так вот, вот эта установка очищает воду до питьевой, в которой углеводороды мы обнаруживаем за пределами всех норм ПДК. И мы сейчас, я бы хотел, чтобы мы наглядно показали, как это происходит. В обычную воду из-под крана добавлялись нефть, песок, грязный щебень прямо с площадки. И все это вливалось в емкость. И, проходя через уникальный прибор, вода приобретала хорошие вкусовые качества и очищалась до высшей категории. Характерная специфика данного сорбента в том, что вода после него действительно голубая. Как известно, H2O в чистом виде – это темно-синяя жидкость. Такой цветной она становится в результате добавок. В результате растворения азота, кислорода она становится белой. Так вот, чем вода чище, тем ближе она к голубому цвету. И я эту воду пью. Если вы попробуете эту воду, вы почувствуете вкус березового сока. Вы будете совершенно ошеломлены качеством этой воды. Второй эксперимент. Мы сравнивали качество очистки в бытовых условиях. Обычные угольные фильтры и прибор для очистки воды, специально разработанный Петриком. Такой прибор можно использовать и дома, и в сложных полевых условиях. Результат ошеломляет. Качество превышает очистку обычным фильтром из магазина в 350 раз. Чистая вода даже внешне отличается. Она голубая. Такое стало возможным только благодаря нанотехнологиям. Несмотря на то, что мы сегодня уже знаем, что вот такими уникальными свойствами обладают такие наноматериалы, такими и такие наноматериалы, но промышленного производства этих наноматериалов по настоящее время ни фуллеренов, ни нанотрубок не существовало. Мы сейчас же с вами по телевидению покажем абсолютно уникальное явление. Это явление образования наноматериалов. Это явление наноуглеродных структур способом холодной деструкции углеродных соединений. Мы можем углеродное соединение насыпать в маленькую тарелочку. Активирован процесс химическим способом. И вы увидите, что эти углеродные соединения увеличатся в объеме в тысячу раз. Эти наноуглеродные структуры обладают фантастическими сорбционными способностями, недостижимыми ранее ни для одного материала, который существовал вообще в распоряжении ученых. Здесь пять моих технологических центров по производству наноструктурных соединений, как углеродных, так и металлопорошков. В данном случае вот взрывной синтез, это то, что вы сейчас смотрели. Это стоит у меня на улице. Это там, где мы сейчас находились с вами. Газофазный метод. Он позволяет все платиноиды превращать в наноструктуры. В зависимости от изменения режима распада, это может быть чистый металл, чисто той 4 девятки, а может быть распад в виде комплексного соединения газофазного, в виде нано-порошков. Я создал абсолютно уникальную технологию, технологию будущего, выделение, разделение металлов платиновой группы газофазным методом. Этот газофазный метод позволил мне покрыть эти наноструктуры платиноидами. Таким образом были получены там уникальные, может быть, даже аномальные количественные характеристики поглощения водорода, но и бог с ним. Но я покрыл нашей структурой серебром. И это дало возможность создать уникальный сортбент, который на сегодняшний день может быть даже эпохальный в области очистки питьевой воды и в области очистки воды вообще. У нас стоят уже специальные очистительные фильтры в школах, стоят уже по полтора, по два года. Стоят на объектах, которые особо сложные. Ну вот, и можно было бы еще раз подчеркнуть значение нанотехнологий. Мне, я получил поручение от правительства решить вопрос, ну, может быть, очень важный. Это Челябинск. Это результаты когда-то аварии на маяке. Это радиационное загрязнение, точка, которая должна убивать еще полторы тысячи лет вокруг себя жизнь. Достоверно созданная технология. Я создал аппарат, который в миллион раз очищает воду. И цезий, и струнций, и кобальт, и урановые все осколки, и плутоний. Это очень серьезно. Это, опять-таки, возможности вот этих так называемых нанотехнологий. У меня создано несколько цехов, в прямом смысле слова, по производству нанометаллов. Это наномедь, и нанокобальт, и наноникель. В промышленных количествах машины способны делать по несколько килограмм в сутки. Так выглядит наш материал в электронном сканирующем микроскопе. Эти снимки сделаны в Лос-Анджелесе в университете. Вот здесь отчетливо видны нанотрубки. А вот это явление, в Америке назвали эту нанотрубку топ-модель. Мир увидел ее впервые, с открытыми концами. Эти материалы получены из нашего сорбента, так его назовем, который находится здесь. Впервые в мире получены ветвящиеся нанотрубки. Это готовые полевые транзисторы для радиоэлектроники. Это нанофракталы. Вы видите, в виде почему-то крестов так выглядит наномир. Впервые в мире вот нанофракталы. Это вот этот наш материал. Впервые в мире получены наноуглеродные кольца. Пока только теоретики решали вопрос, может ли нанотрубка свернуться в кольцо. Вот они получены реально. Виктор Иванович Петрик убежден, что на сегодняшний день он лучше всех в мире подготовлен к промышленному производству наноматериалов. А мы хотим поздравить ученого с юбилеем. И пусть сбудутся его мечты о реальной пользе нанотехнологий для каждого из нас.